Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Алексей Чернов, и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. Избирком зарегистрировал 108 кандидатов на выборы в Горсовет Оренбурга. За выходные от COVID-19 в Оренбурге скончалось 4 человека. В Оренбурге может появиться мобильное приложение для озеленения города. Футбольный клуб Оренбург вышел в лидеры футбольной национальной лиги. Об этих и других новостях далее в выпуске. На выборы в Горсовет Оренбурга зарегистрированы 108 кандидатов. 18 из них самого движенца – 90 партийники. Отказ в регистрации получили 13 человек. Оренбургский избирком зарегистрировал кандидатов от Единой России, КПРФ, ЛДПР, Справедливой России, Патриотов России и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Выборы в Горсовет Оренбурга будут проходить 3 дня – с 11 по 13 сентября. Также добавим, что за месяц до новых выборов нынешний зампредседатель Горсовета Игорь Шепель написал заявление о прекращении полномочий. Как сообщает Эхо Москвы в Оренбурге, на новые выборы в парламент города он не зарегистрирован, но при этом выдвигается в Совет депутатов Оренбургского района. В минувшие выходные в Оренбурге от коронавирусной инфекции скончалось 4 человека. Общее количество летальных исходов достигло 55. Однако в опубликованном отчете Росстата количество умерших от COVID-19 не совпадает с данными регионального Минздрава. За сутки в Оренбурге выявлено 104 новых заболевших и 20 выздоровевших. Всего в регионе заразились коронавирусом почти 8 тысяч человек. В минувшие выходные скончались 4 человека из Оренбурга, Орска и Гая. Отмечу, что шестую смену в лагере «Город детства» отменили из-за коронавируса. Ранее инфекция там подтвердилась у трех отдыхающих. Как сообщает Эхо Москвы в Оренбурге, со ссылкой на опубликованные данные Росстата за июнь 2020 в Оренбургской области от коронавируса скончались 23 человека, тогда как в региональном министерстве здравоохранения и федеральном штабе сообщили лишь о 11 умерших. Также в отчете Росстата указаны еще 13 человек, у которых был положительный анализ на COVID-19, но умерли они по другим причинам. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Оренбургской области, данные Росстата публикуются, исходя из выданных свидетельств от смерти. Затем цифры корректируются с учетом установления основных причин летальных исходов и информации Центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Жители Саракташа обратились к Владимиру Путину с просьбой построить школу в западном микрорайоне. По словам местных, дети идут 5 километров по бездорожью до ближайшего учреждения. На просьбы людей построить школу в разрастающемся районе в администрации только отмахиваются. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Мы хотим свою школу! По словам жителей западного микрорайона, при покупке участков им обещали всю необходимую инфраструктуру. Школу, детский сад, парк. И даже показывали расположение объектов на генеральном плане. Но по прошествии нескольких лет обещания так и не выполнили. В прошлом году сказали, что первое очередное строительство будет в нашем микрорайоне. Школа будет строиться еще дальше, чем первая школа у нас находится, в которой детей возят. Где-то процентов 40 семьи, у кого двое детей. Где-то процентов 30 семьи с тремя детьми. Процентов 20 семьи, у кого четверо деток. В случае школы будет построена у нас, все три школы автоматически разгрузятся. Но больше всего, конечно, первая школа разгрузится, потому что основная масса детей ходит именно туда. Участок специально взяли поближе к школе, чтобы было добираться удобнее детям. Детский сад, опять же, сказали, что будет строительство здесь детского сада. Его построили в другом месте, в детский сад. Поэтому то же самое произойдет со школой. Нам так объясняли, что вот у вас тут нет газа, воды, канализации. В этом году газ провели. Проектно-смертная документация на водопровод и на водоотведение уже готова. Мы такие же жители Саракташа. Почему от нас отплевываются, нас пинают? Это несправедливо, это должно быть. Как сообщил министр образования Оренбургской области, для детей западного микрорайона организован подвоз в школы Саракташа. Однако родители учеников заявляют, что мест в школьных автобусах всем не хватает. Поэтому детям часто приходится добираться пешком. Если пешком, ребенку придется идти где-то около пяти километров. Старшеклассникам порой даже не хватает места в автобусе. Они идут пешком. Здесь у нас овраг, весной залитый водой. Пройти невозможно. Детям приходится идти по трассе. На 15 минут у меня в прошлом году средний ребенок опаздывал. Пока я уже к директору не обратилась. Сколько можно ему опаздывать? Говорю, делайте какие-то, чтобы по очереди они опаздывали. Школа далеко, детей много. Раньше-то ладно, у нас было народу не так много. То есть с соседями договаривались как-то. Кто-то забирает друг друга, допустим, довозит. Толпу собирали и везли. На данный момент в Саракташе планируют построить образовательное учреждение рядом со школами номер 2 и номер 3. Региональная Минприрода передала земельный участок для строительства школы на 500 учащихся. Сейчас разрабатывается проектная документация. Точных сроков строительства новой школы в центре Саракташа в Министерстве образования пока назвать не могут. В этой новой части речь шла о школе, рассчитанной максимумом на 300 обучающихся. То сейчас в самом Саракташе несколько сотен детей вынуждены обучаться во вторую смену. То есть элементарно не хватает мест в школах Саракташа, чтобы ребята имели возможность обучаться во первую смену все, во вторую уже тогда посещать секции клуба, кружки. Министр образования Оренбургской области сообщил, что к вопросу о школе в западном микрорайоне Саракташа вернуться лишь после строительства учреждения в центральной части поселка. Алексей Пахомов не исключил появление комплексного объекта образования в новом районе. Однако жителей западного микрорайона такой вариант не устраивает. Ведь непонятно, сколько еще времени дети будут ждать школу рядом со своими домами. Анастасия Клесова, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ. Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. После осмотра работник должен будет предоставить работодателю справку о прохождении комиссии. Данный закон вступит в силу с 11 августа. Правительство утвердило новый законопроект. Согласно инициативе работодатель будет обязан предоставить один выходной в год сотруднику для прохождения диспансеризации. Мы спросили у прохожих, проходят ли они плановый осмотр в больницах. Проходим, считаем, что нужен. Сама я лично никогда не проходила, времени не было. Проходим. Обязательно проходим. Проходим. На данный момент ее отменили, потому что попросили посидеть дома в связи с коронавирусом. Нет. Все равно нужно обследоваться каждый год. Зачем я в больнице работаю? Также мы провели опрос в Инстаграм, на который ответил 71 респондент. Проходят ежегодно 32,5%, посещают больницу при недомоганиях 67,5%. Профсоюзы Оренбуржья поддерживают данную инициативу, ведь раньше для прохождения диспансеризации выделялся только один день в три года. Как отметила Наталья Никитина, одного дня в год все еще мало, но это уже существенный плюс. Чем старше у нас трудящиеся жители, население, тем больше рисков. У нас стоит одна из задач – уровень жизни населения поднять до 78 лет. Вот, соответственно, все законопроекты, в том числе, рассматриваются по оздоровлению. По словам академика ран-иммунолога Вадима Покровского, россияне молодого возраста пренебрежительно относятся к своему здоровью. Он считает, что диспансеризация позволит выявить болезни на ранней стадии, когда пациенты еще не чувствуют недомоганий. Дмитрий Трещанкин, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. Многодетная семья стала жертвой мошенников. По их словам, они купили автомобиль у автошколы «Клаксон», в ходе чего совершили несколько ошибок при оформлении, чем решили воспользоваться недобросовестные продавцы. Подробнее в материале. Родители троих детей долгое время откладывали деньги на автомобиль. После совершения покупки выяснилось, что Нина Леонова допустила некоторые ошибки при заполнении договора купли-продажи, поэтому стороны решили заменить его на новый. Однако, как утверждает семья, сумма увеличилась в полтора раза по сравнению с изначальным договором. Он берет этот старый договор, который мне отдавали несколько дней до этого, он, получается, его берет, мне новый отдает. Но там сумма другая, там 60 тысяч, то есть мы покупали за 40, через несколько дней мне, когда второй договор привозят, там 60 сумма. То есть я говорю, почему 60? Они говорят, ой, да какая разница, поедешь да переоформишь. Спустя полгода супруги поехали оформлять транспортное средство в ГАИ, но по дороге попали в ДТП. После чего правоохранители изъяли у них автомобиль из-за неверно оформленных документов. Позже машину вернули, семье выдали доверенность на управление транспортным средством, но на этом проблемы семьи не закончились. За это время, пока шло разбирательство, Клаксон восстановил документы по утере, перепродал машину. То есть приехали тут головорезы, ну действительно там дяди такие здоровые, это тоже все в виде фиксации имеется. Идите отсюда! Вы меня не трогайте! 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 Затем приехали сотрудники полиции и вновь изъяли транспортное средство. Как сообщила Нина Леонова, местонахождение автомобиля неизвестно, а деньги за автомобиль семье так и не вернули. Если действительно, как вы говорите, что автошкола продает один и тот же автомобиль двум разным людям, то это уже имеет под собой признаки состава уголовного преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, а именно мошенничество. В избежании попадания в трудные ситуации специалисты рекомендуют досконально проверять транспортные средства перед покупкой и внимательно заполнять все нормативно-правовые акты, которые касаются сделки купли-продажи. Оформить автомобиль необходимо в течение 10 дней с момента покупки. Александр Кацун, Никита Плотников, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ. В Оренбургском государственном университете разрабатывают мобильное приложение для озеленения города. По словам разработчиков, теперь в нем смогут принять участие практически все жители города. Скоро помочь в озеленении города сможет каждый. Достаточно будет лишь установить приложение на смартфон. Идею разработали специалисты ОГУ. По словам Марины Глуховской, оренбуржцы смогут фотографировать малоозелененные места, которые затем будут анализироваться экспертами. Индентифицировать видовые насаждения, конечно же, это возможно только с помощью привлечения жителей. Это раз. Во-вторых, определить проблемные территории, которые требуют дополнительного озеленения, два. И вот здесь вот нужны жители. По словам Марины Глуховской, одной из задач является сделать зеленые зоны более функциональными. Чтобы, например, около новостроек была посажена не только трава, но и различные виды деревьев и кустарников. Экологи считают, что зеленых насаждений в городе должно быть больше. А как оренбуржцы оценивают состояние озеленения в городе, мы спросили у прохожих. Нормально. Очень хорошо. Везде красиво. Цветочки. Ну, нормально. Это Вишневый квартал новый, где происходит очень много застройки, многоэтажные дома. И там очень мало деревьев, дворов, парков, скверов и зон отдыха для как молодежи, так и для семейных людей. Ну, местами побольше. Есть еще места, где недостаточно? Не знаю, я в Акадоле живу, там все нравится. Положительно. Чем больше зеленых деревьев будет, тем лучше, тем свежий воздух. Да мы приезжие, гуляем, смотрим, зеленое вроде все. По мнению эколога Марина Глуховская, один из наиболее проблемных районов Оренбурга – центральный. Напомню, в связи с ремонтом дорог на улицах Краснознаменной, Пролетарской, Максима Горького, Оксаковой и других вырубили десятки деревьев. По мнению общественников, это существенно ухудшило нынешнюю ситуацию в городе. Теряя деревья, да, мы, конечно, теряем и защиту от пыли, мы теряем в том числе и кислородную составляющую, потому что кислород деревьев вырабатывают. По данным администрации Оренбурга, в 2020-м будет высажено более тысячи новых деревьев. Вместо клёна и каргача в городе появятся липы, яблони, рябины и другие благородные породы. Общественники считают, что необходимо дать возможность горожанам самим сажать деревья. Однако сделать это получится лишь с ресурсами мэрии, ведь необходимо выделить места для саженцев и обеспечить дальнейший уход за зелёной зоной. Благодаря неравнодушным к природе оренбуржцам проблемных зон может стать гораздо меньше. Дмитрий Трещанкин, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. Оренбург провёл свой первый домашний матч в новом сезоне футбольной национальной лиги. На стадионе «Газовик» был обыгран нижнекамский нефтехимик. Подробности у Сабира Едгорова. По сравнению с первой игрой, исполняющий обязанности главного тренера Ильшат Айткулов выпустил в основе Рикарду Алвиша, который не выходил на поле с конца прошлого сезона. Также болельщики могли увидеть в основе новичка Александра Эктова. В первом тайме преимуществом владел Оренбург. На 30-й минуте Александр Эктов заработал штрафной на левом фланге. К мячу подошёл Рикарду Алвиш, который доставил мяч прямо на голову Артёму Кулишеву. Хозяева повели 1-0. Команда соперников очень организована, поэтому сложно было создавать много моментов. Очень дисциплинированно и строго играют в обороне. Поэтому для каких-то явных там большое количество моментов не смогли создать. Какое-то напряжение создавали, наверное, ворот соперников. Мы столкнулись с командой, которая опытная, умеет играть на результат. И, наверное, мы не первые, кто здесь один-то проиграли, да? Где команда Оренбург удержала счёт победный. На характере надо добиваться побед через волевые качества. Поэтому главное, что три очка заработали. Готовимся к следующей игре, которая уже через три дня будет. Таким образом, после двух побед в первых двух турах Оренбург в группе лидеров чемпионата. Следующий матч наша команда проведёт 12 августа в 19.00 против Владикавказской Алании. Сабирь Едгоров, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня всё. Ещё больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру телефона 430045. С вами был Алексей Чернов. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры подогнал «Симон»!